В последнюю варку, когда весь день ушел, чтобы наполнить ЦКТшку вот эту, потому что мне приходится два раза варить по 50 литров. Сидел, думал, как же это все сократить. И вот придумал тестовый образец. 20 минут полет нормальный. Вот этот ужас. Этот ужас я опять забыл помыть снаружи. Подравил щеткой железной, забываю, уже поставил, наполнил водой. Ничего страшного, я думаю, снаружи. Некрасиво, но пускай. Очень много времени уходил нагрев воды тенами. Тен у меня я его снял. Сейчас покажу. Вот такой был. Два с половиной киловатта. И вот час уходил просто до пяти-десяти пяти. Набрать температуру. Это очень долго. Плюс, когда по паузам проходишь, еще лишний час уходит. Решил все-таки перейти на газ. Вот горелочка от водонагревательной колонки. Можно прибавлять сильнее, прибавляя вон тем краном. Так, естественно, так делать нельзя, запрещено. Но все же это ускоряет в разы. Так, затор делал 80 литров воды и 18 килограмм солода. Базового. Все равно для теста это все. Все, засыпал в течение 20 минут. Вода нагрелась. Включил, опять же, насос от стиральной машинки. Врезал вниз бочки. Вот он. Тут два крана. Этот на насос идет. А этот потом сливать охлажденный сусло кран. Чтобы не перекручивать лишний раз, заморачивать. Там открыл, тут перекрыл, все потекло. С насоса идет на заторный чан этот. Тут быстросъемный фитинг. Кран. Ручку снял, так как не поворачивается. Второй насос остался. Также был врезанный до этого. На охлаждение, на чиллер. Вот это на противоточник. Ничего не менял. Так. Это два переливных. На всякий случай сделал. Мало ли вдруг, чтобы не следить здесь рядом, не стоять. Перелив пошел по второму. Не знаю, по второму шлангу стал сливаться. Опять, для безопасности. Можно сделать одно большое отверстие. Это я на 15 просверлил. Как мучился, сейчас покажу. Так. Сначала просверлить хотел вот такой шарошкой. Не видно и не видно. Ничего естественно не получилось. Вот он налипает. Забивает все поры. Ничего не сверлит, не чистит. Вот это вот черное. Вокруг отверстие. Это горело все. До красна раскалялось. С помощью этой шарошки. И никуда не двигалось. Так. Потом поехал купил по камню. Так как в магазинах у нас ничего нету нормального. По камню коронку с победитовыми наплавками. Но меня резко отговорили. Говорит, даже не мучайся. Пошел вернул. И у человека взял. Сейчас покажу. Вот это вот. Советское прошлое. Вот она сверлушка. Насколько она? По-моему на 15. Зашло так, что чуть руки не вывернуло. Без проблем каких-либо. Теперь. 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 Сверлю вот под этот фитинг. Ну естественно он не пролазит. На 2 миллиметра он больше. Приобрел. Вот что. Напильничек. И теперь. Будем. Шмурзить. Все. Влезло. Герметично. С помощью. Тончайших. Манипуляций. Напильником. Все. Идеально подходит. Все. Ставим прокладочку. Ставим прокладочку. Припаиваем. Трубочку. И дальше покажу. Так. Здесь. Вот такой струей идет. 64 держится. Крышку просто болгаркой надпилы поделал. Ну так как она без ребер жесткости осталась. Ее сильно выгибает давлением насоса. Пришлось чурбачки эти поставить и струбцинами закрепить. Забыл. От автоматики также не избавился. Датчик остался здесь. Вот она просто внизу стоит и передает данные на народный мониторинг. Там можно будет график посмотреть. Ну и он в онлайне смотрю на телефоне. Например если в доме находиться не здесь торчать постамент. То что было под рукой блоки. Чтобы емкость была выше этой. Сейчас на 63 температуру подержится. 20 минут и потом 66 поставлю. час. Приобрел такой черпачок. Очень удобный. Пену там мусор сверху собирать. Здоровенный. Внутрь проходит там тройник от металлопластиковых труб. Металлопластиковые трубы на 20 полукруг. Можно кругом соединить. Также болгаркой надпилы сделал. Все отлично работает. Никакой нержавейки не надо. Обязательно надо перемешивать. Хотя бы раза два заварку. Потому что вот такая кашка получается. И она насосом плохо промывается. Облегчит и эффективностью увеличит. Сколько крахмала белого не промытого. Сейчас помешаем и все. Выйдет наружу. Немного просчитался. Высчитывал сколько придется воды сюда набрать. Сколько сол до дробленого здесь войдет. И на каком уровне все это будет держаться. Забыл что он воды напитает очень много. И начнет выдавливать это сито. Так произошло. И поэтому пришлось грубо говоря заглушить нижний выход. И сейчас идет через верхний. Потому что он сильно спрессовался там. Солод. И плохо вымывался. Сейчас насколько получается. На 10 сантиметров объем увеличился. Там более-менее просторно. Вымывается лучше. И еще. Так здесь у нас. Остается в этом баке всего на всего. Сантиметров 10. Это около 15 литров воды. Отсюда плюсы вижу. Меньше инерции. На всякий случай решил пройти. И одну пробу. Все отлично. Ничего не меняет. Все. Ждем еще полчаса. Охлаждаем и. Только что на вторичное дображивание перелил. С ЦКТшечки. Сейчас покажу что осталось в ней. Вот. Дрожжи остались. Никуда ничего переливать не буду. Сразу сюда залью. Остывшие сусла. Охлажденные. И все. Будем бродить дальше. Это уже получается четвертая регенерация дрожжей. Запах. Все пока отлично. Никаких отклонений не заметил. Сбраживает так же все отлично. Два раза подряд. С двенадцати плотности до двух с половиной плотности. Сбраживают УС-5. Не знаю кто как. Можете ругаться. Но я делаю так. За стерильностью прям больничный не гонюсь. Прям лабораторных условий не делаю. Вот так вот закручивается. Сто литров сусла. Опять выкипело. Как обычно. Охлаждается все через тот же самый противоточник. Сейчас покажу куда это выливается теплая вода. Вот водосток. Шланг протащил. И вот сюда льется. Минус пять на улице. Ральфик. На охоту вышел.